Всем привет! Сегодня в обзорах с прилавка рассмотрим китайский терморегулятор с таймером XHW2102. Как по мне, это самый простой в использовании терморегулятор. В то же время, это не просто терморегулятор, а еще и таймер. Ссылку на него оставлю в описании. В комплекте, кроме терморегулятора, инструкция на китайском. Вилка у него тоже китайского образца, поэтому нужен переходник на европейскую. Оставлю на него ссылку в описании. Розетка для подключения нагрузки универсальная. Термодатчик герметичен, можно опускать в воду. Сзади на корпусе есть проушины, чтобы вешать его на стену. Вот подробные характеристики. Давайте посмотрим, что внутри. Датчик легко отсоединяется. С заменой проблем не будет. Теперь подключим и посмотрим, как работает. В качестве нагрузки буду использовать лампу накаливания. На левом дисплее отображается температура включения нагрузки. На среднем – текущая температура. На правом – температура выключения. Температура задается соответствующими кнопками со стрелками вверх-вниз. Вот, например, включение, если температура ниже 15 градусов. Выключение, если выше 20. Это режим нагрева. Если установить одинаковую температуру, терморегулятор выключится. Если температура включения будет больше температуры выключения, терморегулятор будет работать в режиме охлаждения. Вот, например, температура поднялась выше 20, включилось охлаждение. Охладилась до 15, нагрузка выключилась. Кнопкой SET можно переключиться в режим таймера. Есть три разных таймера – F1, F2, F3. F1 – это циклический таймер. Слева устанавливается время в минутах, на которое нагрузка будет включена, максимум 99. Справа, на которое нагрузка будет выключена. Затем программа будет повторяться по кругу бесконечно. F2 – это разовый таймер. Слева устанавливаются часы, справа – минуты. Нагрузка будет включена на установленное время, а затем выключена. F3 – это отложенный старт. Таймер сначала ждет установленное время, а затем включает нагрузку. Если температура отображается неправильно, датчик можно откалибровать. Нужно нажать и удерживать кнопку SET. В целом прибор очень похож на KT3100, обзор которого есть на канале. Только сделан попроще и стоит немного дешевле. Все полезные ссылки в описании. Поддержите канал лайком и комментарием. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok